Из аэропорта в инфекционку. После отдыха в Таиланде трое хальковчан вернулись на родину с заболеванием, которое раньше никогда не регистрировалось в области. В конце июля, начале августа мужчины отдыхали в одном и том же отеле. Там их искусали комары, которые и стали переносчиками лихорадки Денге. Острого вирусного инфекционного заболевания, также известного под названием лихорадка путешественников или финиковая болезнь. Одному из туристов сделали необходимые анализы и поставили диагноз еще в Таиланде, остальным уже дома. Всех троих заболевших в конце прошлой недели доставили в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу. К счастью, у наших пациентов доброкачественная классическая форма заболевания, которая начинается, по сути, напоминает клинику гриппа начала данного заболевания. Это повышение температуры тела до высоких цифр, со знобом, это головная боль, это боль в глазных яблоках, першение в горле, ломота в мышцах, боли в суставах, снижение аппетита, возможно нарушение вкуса. Но в отличие от гриппа, при данном заболевании также отмечается увеличение всех групп лимфатических узлов и со второго-третьего дня заболевания появляется обильная сыпь, что собственно и наблюдается у наших пациентов. Заболевание протекает в две волны. После четырех дней лихорадка отступает на одни-двое суток, затем возобновляется снова. Длится, как правило, около 10 дней. Инкубационный период составляет от 3 до 15 дней. Подхвативших болезнь поместили в специальные палаты с противомоскитными сетками. Переносчиком инфекции являются комары особого вида, а йоды с укусившей больного человека или обезьян. И потом в течение трех месяцев они могут передать вирус здоровым людям. Несмотря на то, что для Харьковской области это первый случай такой болезни, врачи и эпидемиологи отмечают, харьковчанам ее опасаться совершенно не стоит. У нас на территории Харьковской области данный вид комара не циркулирует. То есть приедя, допустим, те люди, которые находились на отдыхе и там заразились, дальше эпидемического распространения данное заболевание на территории Харьковской области не имеет, потому что у нас нет переносчика, это возбудителя. А заразиться данным заболеванием можно только находясь на отдыхе. Это в основном страны Азии, Африки, Океании. Вакцины от лихорадки Денге до сих пор нет. Поэтому прежде чем отправляют желающих отдохнуть в тропические и субтропические страны, работники турагентств должны предупреждать о эпидемообстановке там и мерах профилактики, считает Елена Могиленец. Нам нужно рекомендовать защищать самих себя от укусов комаров, использовать репелленты, использовать противомоскитные сетки с первых часов буквально пребывания в странах, эндемичных по данному заболеванию. Кроме того, нужно говорить пациентам о том, что нужно пользоваться бутылированной водой, да, не покупать продукты питания у торговцев на улицах, питаться только в отелях, поскольку есть и другие заболевания, не менее интересные и опасные, чем Денге, такие как брюшнотивши, гелез и другие. Среди всех заболеваний, которые переносятся комарами, лихорадка Денге занимает второе место после малярии. Ее случаи были зарегистрированы в 120 странах мира. Ежегодно, по данным ВОЗ, лихорадка путешественников поражает приблизительно 40 миллионов людей. При этом умирает около 2,5% заболевших. Алена Сорока, Александр Проценко, Агентство телевидения Новости.